50 километров зимнего половодия. Шикарная погода окончания зимы. Душевные воспоминания, навеянные архивными кадрами воздушной съемки, послужили поводом наведать Припять в период таинства половодия. Тем паче воды в этом году прибыло в огромном количестве. Вот только в распоряжении было всего-то два дня, но зато при наличии скоростного катера. Так что маршрут было решено проложить более чем на 100 километров. С уделением особого внимания местам стоянок, пойменным Дубравом и легендам заброшенных домов. Шикарные эмоции при таком раскладе гарантированы. Добро пожаловать в половодие Припяти на канал «Озера и реки Беларуси». Микошейский канал встретил теплом пробуждающейся весны, хорошим подъездом, отличным слипом и ледяной шугой, которую рассекали рыбацкие лодки. Истинная благодать границы межсезонья. «Ну, здравствуй, Припять!» «Здравствуй, Роберт!» «Ну, наверное, хорош!» «Отчаливаем». Если говорить о возможности стоянки во время половодия на Припяти, то, невзирая ни на какие уровни, всегда можно встать на западном берегу Микошейского канала. А нынче подъезд был возможен вплоть до входа в канал. И там, как обычно, было весьма людно. Рыбаки стояли даже с палатками. К слову, это было единственное место, где встретили палатки. Ну, если, конечно, не считать нашего лагеря. Повернув на запад, отправляемся к Цне, до которой по руслу порядка 45 километров. Второе сухое место после канала располагалось буквально в километре на правом берегу. Правда, оно круглогодично занято пасекой. Последующие 8 километров берегов русла повсеместно залиты половодим. То же касается и Староречий, по которым в эту пору можно существенно скоротать путь и разнообразить путешествия даже на тяжелом катере. Взаимником под прямым углом поворачиваешь. Да-да-да, смартуйся. Дом охотника. Легендарное местечко с легким налетом мистики. Не так давно в нем кипела жизнь, что выдает основательный остров из кирпича. А вообще в середине, да и во второй половине прошлого века, у русла Припяти скрывалось огромное множество разнообразных построек, большая часть из которых имела нелегальный статус и со временем канула в прошлое. В то же время возводились и основательные строения. И вот дом охотника – одно из них. Здесь вполне уместно будет отметить, что нынче уровень воды в Припяти превышает критическую отметку на 15 сантиметров, но при этом не дотягивает до абсолютного максимума наблюдений 112 сантиметров, который пришелся на 1999 год. Но даже при том уровне полы дома охотника явно оставались сухими. Люди знали, где строить. А таких мест на берегу Луниевского района, мягко говоря, немного. При этом они есть и являются частью нашего путешествия. Зайдем в Лань, которая в половоде является одной из значимых водных дорог, выводящих на русло даже тяжелая катера. А вот и горынь. Эта красавица река буквально поражает контрастом преображений, зависящих от уровня воды. Сегодня она в полной мере наполнена украинским многовозьем, полностью скрывшим берега. А вот в Межень здесь неимоверное изобилие песчаных пляжей, особо ценимых жителями Давид-городка. Следующая часть нашего путешествия не похожа ни на что. Отправляемся в водными лабиринтами затопленной Дубравы Полесье, которая, вне всякого сомнения, относится к золотой коллекции природных чудес Синеокой. Дубравы Полесье Дубравы Полесье А вот, пожалуй, самый знаменитый дом, стоящий непосредственно на берегу, практически в средней части Припяти, недалеко от устья горыни. Его видели многие, но не все знают, что в свое время это был магазин, присутствие которого красноречиво отражает то, насколько бурной была жизнь на реке в середине прошлого века. Последующие 11 километров при столь высоком уровне реки на берегах нет возможности поставить лагерь. Но мы к этому были готовы. Благодаря 24-й странице туристического путеводителя по Дикой Припяти, где представлен прибрежный холм правобережья, незатопляемый даже в пик половодия. Туда и отправляемся. Местечко называется Упасеки, имеет культовый характер и летом практически никогда не пустует. Сегодня ни-ко-го! На берегу лишь следы от пиршества выдры, раковинами перловицы. Но это только на первый взгляд. Как только проходят первые эмоции восхищения природой, во всей своей мерзости проявляется темная суть человечества. Из-под пожухлой травы проглядывает несметное количество бутылок, пластика, ржавых банок. Вдобавок, всевозможные бутылки плавают у прибрежных кустов. По возможности мерзость эту посжигали, а часть стекла сложили в катер для вывоза. Да, желания убирать за этими гадящими под себя недоносками нет и не будет. А вот помочь реке избавиться от их мерзости необходимы. Без нас эта их мерзость никуда не денется. И вот еще что, если сейчас кто-то начнет мыть, что сжигать пластик на берегу это плохо, мол, экология, то вот таким загаживающим экология своими отходами через домашние туалеты, выхлобные газы их машин и тоннами неперерабатываемого мусора, мягко отвечу, нам с вами не по пути. Мы не хотим жить в окружении дерьма. Да ладно, не нам их судить. Тем временем на берегу трохи приубрали и под изумительный закат приготовили изумительный плов с огромным количеством мяса, перчиков, грибочками, помидорчиками. Кто-то возмутится, что это уже не плов? Да ладно, а че спорить-то, когда так вкусно? Дом Машерова, он же дом генерала железнодорожных войск, он же дом пасечника, он же единственный дом района с официальными документами на берегу Припяти. Столь интригующие характеристики стали весомым поводом отыскать эту таинственную постройку. К ней и отправляемся. Говоря о Машерове, полешуки имеют в виду не частное владение, а дом, построенный для приема столь важных гостей, которым не меньше нашего хотелось уединения с природой. А так как Машеров у нас уважаемая личность, то очень хотелось посмотреть на мир Припяти его глазами. Так что продолжаем путешествие. Субтитры создавал DimaTorzok Вернулись на реку. Нам еще нужно пройти вверх по течению порядка 18 километров, которые буквально утопают в объятиях половодия и не дают никакого шанса стать лагерем непосредственно на берегу реки. За исключением трех мест. Одно из которых расположено на левом берегу рядом с устьем речушки Смерть, который в свою очередь является значимой дорогой для лодок. И вот в районе ее устья вполне можно рассчитывать на комфортные условия для стоянки. Даже в половодии. О чем красноречиво говорят прибрежные сосны. Подходим к цене. Пожалуй, именно этот приток в период половодия выглядит самым привлекательным и самым красивым для выхода на Припять. При этом рядом с устьем имеются аж две точки, позволяющие стать лагерем на берегу. Одна из которых выдержит и самый высокий уровень воды, наблюдавшийся в далеком 1999 году. Еще один симпатичный, да, пожалуй, самый симпатичный уголок берега всего участка, расположен в 1800 метрах выше по течению от сны. Вот он и является нашей конечной точкой путешествия. Маршрут путешествия составлен на основе туристического путеводителя по Дикой Припяти, Лунинецкого и Столинского районов. Журнала «Рыболов практик» номер 92. Туристические путеводители по реке Припяти приобретайте в магазинах «Белкнига» и заказывайте через почту редакции. Ссылка в описании. Душевных путешествий и до встречи на озерах и реках Беларуси! Туристический путешествий е Туристический услуга Todo Chaos водитель П